Восстанавливающая кисть плохо работает на контрастных границах. Например, я хочу скопировать часть верхушки башни замка на небо. Выбираю источник, зажимаю клавишу Alt, указываю инструменту откуда брать исходный материал, рисую на небе объект. Он туда не перенесся один в один, а произошло некоторое усреднение цветов и текстуры из источника и непосредственно в данном случае белого фона. Как результат, мы получили нечто среднее, совершенно непригодное для наших целей. Ctrl Z. Сделаю отмену. Инструмент штамп такого недостатка лишен. Он полностью копирует источник на указанное место. Выбираю штамп. Для тех, кто пользуется клавиатурой, это клавиша S. Штампу точно так же надо указать источник. Зажимаю клавишу Alt, указываю источник. Объект один в один копируется. У него сейчас сильно растушеванные края, потому что кисточка имеет маленькую жесткость. Если сделать жесткость больше и заново выбрать источник, например, вот эту башню. Выбранный источник благополучно клонируется на новое место. Отменю сделанные действия. Например, можно вот этот кусок башни поместить вот в этот проем. Увеличиваю размер штампа квадратной скобкой. Зажимаю клавишу Alt, чтобы выбрать источник. Подвожу курсор к проему и зажимаю левую клавишу мышки, опускаю вниз. Ctrl- уменьшу масштаб. Нужная нам часть стены скопировалась в проем. Конечно же, штампом можно выполнять и такие масштабные действия, которые я только что продемонстрировал. Однако, чаще к этому инструменту прибегают для того, чтобы почистить какой-то мусор на фотографии. Ctrl-Z отменю последнее действие. Например, я хочу использовать вот этот замок, его переднюю часть. Меня здесь все устраивает, за исключением вот этих вот белых подтеков и сколов, которые видны на стенах. Если их закрашивать обычной кисточкой, то будет сильно заметна разница в фактуре. Если воспользоваться инструментом точечная восстанавливающая кисть, то нам скорее всего не избежать появления вот таких вот пятен. Ctrl-Z Самым удобным инструментом в данном случае будет являться штамп. И создавая клоны с неповрежденных участков стены, на месте белых подтеков и сколов, довольно быстро и качественно можно от всего этого избавиться. Давайте посмотрим, как это выглядит на практике. Выбираю инструмент штамп. Лучше всего сделать ему мягкие края. Для того, чтобы замещенные объекты не бросались в глаза. И можно начинать с любого места. Начну сверху. Уменьшаю размер штампа квадратными скобками. Зажимаю клавишу Alt. Выбираю источник. И зажав левую клавишу, провожу по белым участкам. Зажимаю пробел, перемещаю фотографию. Снова Alt. Выбираю источник. Провожу по участку. Аналогичную операцию надо будет произвести со всеми участками, которые требуют замены. Продолжаю работать. Если вы видите, что склонированная часть неудачно вписалась по цвету, Ctrl-Z, отменяйте последнее действие и изменяйте место источника. Верхняя часть замка практически готова. Когда вы работаете с большим количеством объектов, особенно мелких, которые требуют замены, старайтесь всегда выбирать источник рядом с этим объектом. Для того, чтобы цвет, которым вы заменяете, не сильно отличался от оригинального. Уменьшу масштаб. Посмотрю, какие требуются доработки. Верхняя часть частично преобразована. Можно сделать снимок в истории. Посмотреть, каким замок был до ретуши. Сейчас он имеет вот такой вид. Ctrl-Plus приближаю. Дорабатываю верхнюю часть. Немного увеличу размер кисти. Продолжаю работать. Продолжаю работать. Осталось немного в нижней части. Осталось немного в нижней части. Верх практически готов. Осталось убрать белые точки. И немного заработать эти темные участки. Ctrl-Plus уменьшил масштаб. В общем-то я добился то, чего хотел. Можно продолжать работать подобным образом. И избавиться от белых участков. Вот в этой области. Пройтись по верху. Скола над стеной. И так далее. И так далее. Но алгоритм действия будет оставаться такой же. Выбор источника. Нажав клавишу Alt. И замена нужного участка клоном. Сделаю еще раз снимок в истории. Вернусь к исходному состоянию замка. И к тому, каким мы его сделали. Нам удалось несколько облагородить вид фасада. И сделать его более лицеприятным. Штампом также очень часто пользуются во время ретуши кожи. Из папки с примерами из 30-го урока. Открою файл, который так и называется. Кожа. Немного его приближу. Ctrl-Plus. Попробуем при помощи этого инструмента убрать все дефекты. Чтобы конечному пользователю было меньше заметно, что мы работали с этой фотографией. Лучше сделать края мягкими. Они у нас и так сейчас мягкие. Можно немного понизить степень нажима. Со 100% примерно до 80. Зажимаю Alt. Удаляю родинку. Последовательность действий может быть какая угодно. Мне, например, удобнее работать, когда я сначала удаляю мелкие и легкие объекты. И когда кожа в целом начинает выглядеть довольно хорошо, приступаю к более сложным участкам. Немного увеличу размер кисти. Квадратные скобки на клавиатуре. Выбираю источник. Удаляю это пятнышко. Здесь. Здесь. Получилось пятно. Ctrl-Z. Отменяю действие. Во время ретуши кожи будет правильно использовать сразу несколько инструментов. В частности, не только штамп, но и восстанавливающие кисти. Возьму точечную кисть. Она быстро и удачно удалила тот дефект, на котором штамп поставил пятно. Убираю еще одну родинку. Все. Осталось два крупных участка кожи, которые требуют отдельной работы. Выбираю инструмент штампа. Немного увеличиваю размер кисточки. Выбираю источник. И небольшими мазками закрашиваю этот дефект. Каждый раз предварительно выбираю новый источник. Ctrl-Z. Посмотрю на результат. Неплохо. Перехожу к следующему участку кожи. Alt. Выбираю источник. И еще раз. Ctrl-. Тут образовалось небольшое пятно. Заметно, что с этим участком работали. Отменяю несколько последних действий. И выполню их заново. Ctrl-. Сейчас намного лучше. После того, как работа была сделана штампом. Можно снова выбрать точечную восстанавливающую кисть. И по некоторым областям пройтись ею. Для того, чтобы несколько усреднить цвета в тех местах, где штампик оставил видимые следы. Ctrl-. Создадим снимок в истории. Такой фотография была до ретуши. Вот такой мы ее сделали. Для того, чтобы лучше закрепить материал, следующий урок будет посвящен работе инструментом штампа и восстанавливающей кисти. Мы попробуем отредактировать черно-белую фотографию, которая была сильно повреждена. А на этом урок закончен. До свидания.